Рада приветствовать вас в нашем магазине на диване. Только сегодня я расскажу про этот чудо-валик, который спасет вашу поясницу от боли. Сейчас я покажу вам волшебное упражнение, которое, да, только оно может заменить всех врачей и все таблетки. Подкладывайте этот чудо-валик себе под поясницу и раскладывайтесь на нем удобно. Вытягивайтесь и лежите по 5 минут в день. И за 5 минут рассосутся ваши грыжи и протрузии, и никакой больше боли не будет. Только если вы приобретете этот чудо-валик у нас в интернет-магазине за 777 рублей вместо 888. Только сегодня. Начнем с того, что большинство роликов в интернете, которые вы можете найти про чудо-валик, рассказывают почему-то про чудо-ролик. Дело в том, что это ролл для неофициального релиза. Если мы говорим про чудо-валик, который используется в японском методе вытяжения позвоночного столба, то это непременно и обязательно должен быть невысокий валик, сложенный из полотенца. Скрутили полотенце, положили и ни в коем случае не под поясницу, а под нижний край лопаток. Иногда есть случаи, когда такой валик можно подкладывать под поясницу. Но это крайне редкие случаи. Но что же делать вот с этим роликом для неофициального релиза, если вы его себе купили для вот этого вот волшебного японского метода вытяжения? Друзья мои, ну ни в коем случае, во-первых, не подкладывать под поясницу. Потому что в данном варианте мы с вами усиливаем безумно компрессию между поясничными позвонками и как раз провоцируем различные грыжи и протрузии. С этим роликом действительно вы можете избавиться от боли во многих частях своего тела. Кроме того, если вы хотите поработать со своей спиной, начните работать с нижнего региона. Когда у нас в норме передняя поверхность бедра, хамстринги, задняя поверхность бедра, ягодичная, точнее ягодичная мышца, средняя ягодичная, напрягатель широкой фасции бедра. То есть вся вот эта вот, весь нижний регион, а он зависит от еще более нижнего региона. И, соответственно, когда мы говорим про миофасциальный релиз, мы непременно с вами говорим про прокатку всего тела. В том числе я рекомендую, уж если вы занялись миофасциальным релизом или решили им заняться, я рекомендую приобрести мяч для МФР, такой упругий, есть силиконовые мячи очень хорошие. То есть чтобы вы, когда на него надавливали пальчиком, он слегка пружинил, слегка. Да, теннисный мяч мне не нравится, лопается, мнется, продавливается, не дает нужной компрессии. То есть силиконовые мячи для МФР, ну пробковые в принципе тоже, но не во всех случаях. Что касается ролла для миофасциального релиза, если вы его для себя выбираете на первых порах, ни в коем случае не берите ребристый. Лучше всего брать совсем гладкий ролл. Сегодня я покажу, как действительно можно воспользоваться роллом для миофасциального релиза, для того, чтобы он стал волшебным способом самомассажа, избавления от триггерных зон, от напряжений, от блоков в теле, для прокатки фасции, для ее увлажнения и для всех методов, которые связаны с таким приятным мягким дефиброзом, неглубоким. Я буду вам показывать такие элементарные наборы упражнений миофасциального релиза у меня в конструкторе красоты. Кстати, насчет конструктора красоты акция. Посмотрите. Что касается конструктора красоты, его про-версии, у меня каждый вторник девочки, я вместе с ними, делают, делаем миофасциальный релиз в разных вариациях, ни разу, ни один вторник не повторяется. Представьте, какой на самом деле богатый набор упражнений в миофасциальном релизе, потому что у нас в теле большое количество зон, на которые можно влиять, воздействовать мячом и роллом. Поэтому, когда вы видите, вот я все ролики, ну, большинство роликов, которые я присмотрела, они, в принципе, рассказывают об одних и тех же упражнениях. Мне всегда раньше казалось, что миофасциальный релиз, он становится через некоторое время скучным. Но нет, миофасциальный релиз – это, на самом деле, уникальный набор упражнений, который также в процессе тренировки можно комбинировать с растяжкой, и это все очень хорошо работает. Но сейчас я, как и многие, наверное, покажу вам достаточно стандартный набор упражнений, которые вы можете сделать, не навредив себе. Итак, первое, что можно делать – прокатывать голень. Смотрите, мы укладываем ролл не на ахилл, не на ахилловое сухожилие, а чуть выше, на мягкую зону. То есть вы можете приподняться вот так на ручках, прокатиться и почувствовать там, где, упс, уже больновато, да, началась мягкая зона. Поставили ножку выше для того, чтобы была опора, был вес, и начинаете крутить стопу в голеностопе. Я буду сейчас вам показывать все симметрично, то есть сразу же буду давать на вторую ногу упражнение, чтобы вы делали вместе со мной и не запутались. А вообще, на самом деле, иногда бывает так, что связка идет такая, что мы прорабатываем сначала полностью одну сторону тела, вот макушки до пят, потом другую. Дальше в другую сторону крутим, уже ощущаются интересные, да, такие приходят ощущения. Когда мы работаем в миофициальном релизе, мы не терпим боль больше шести баллов из десяти, то есть не уходим в резкую боль ни в коем случае. Прокатали, поставили ножку рядом, приподнялись, и здесь, посмотрите, не провалились в связках, вот так приподнялись, да, а выросли, и прокатали утюжком. Это я называю вот таким вот образом ногу по роллу. Почему утюжком? Потому что вы как бы вкатываете ролл вглубь тканей. Не вот так вот раскатываете полностью всю голень, а вкатываете ролл вглубь ткани в том месте, с которым мы только что поработали. Разворачиваете ногу, внешнее вращение тоже прокатываете. Внутреннее вращение тоже прокатываете. Уходите чуть выше, снова погружаетесь седалищными буграми в пол, вес сверху кладете, кто-то может так. У кого-то, возможно, есть вот такая возможность положить, да, возможно, есть возможность ногу. Ну, то есть смотрите здесь по себе. Опять начинаете крутить стопу в голеностопе в одну сторону, в другую сторону. Я показываю ускоренный вариант. На самом деле МФР не требует, не любит, точнее, ускорения, не любит скорости вообще. И обычно мы работаем медленно, приятно, так знаете, такая приятная тягомотина. Прокатываемся с вращением в одну сторону, в другую сторону, внутреннее, внешнее вращение. И центрально посередине опять утюжком. Доходим выше, мы никогда не заходим на подколенную ямку роллом, ни в коем случае. Опять ставим ногу сверху, либо здесь. И начинаем движение, но уже запуская движение через тазобедренный сустав тоже. Да, то есть мы пропускаем, даем возможность ноге вот прям полностью почувствовать это вращение. Как бы вроде бы запускает его стопа, но уходит вращение и в область тазобедренного сустава тоже. Извиняюсь за голос, болею. В другую сторону. Уже так голень, да, приятные такие ощущения в голень приходит. Снова приподнимаемся, снова не вот так, снова вот так, да. Утюжком прокатываем, ни в коем случае не заходим на подколенную ямку. Прокатываемся. Внутреннее вращение. Внешнее вращение. И подкатываем ролл к себе. Разворачиваемся. И это же нога. Обещала вам симметрично показывать, но вот что-то пошло не так. Здесь, смотрите, руки у кого-то могут быть слабые, поэтому можно просто как бы развернуться, да, вот так вот раз чуть-чуть. И двумя руками подержаться за пол. Но если есть такая возможность, лучше всего развернуться сильнее и прокатать переднюю большеверцовую мышцу, а она находится у нас вот здесь вот косточка, прям простучите косточка, а вот здесь немного в стороне, внешне, да, передняя большеверцовая мышца. Вот нам ее нужно прокатать. Она при плоскостопии очень сильно бывает напряжена. И вы ее с легким давлением руки сверху прокатываете. Здесь вообще не стоит бояться. Вот то, что я вам показываю, все показано при варикозе тоже. Не стоит бояться оказывать легкую компрессию при варикозе. Единственный момент, когда вы прокатываете роллом заднюю поверхность голени, делайте акцент на прокатке снизу вверх. Акцент делать лучше на выдохе. То есть выдох и снизу вверх. Ух, как хорошо прокатывается передняя большеверцовая. В ней, да, много напряжения. Это сразу чувствуется, несмотря на то, что я работаю с собой постоянно. Другая нога, то же самое. Теперь вспоминайте сами уже, да. Уложили, привстали немного, на ахилл зашли, с ахилла раз наверх и почувствовали, куда нужно встать. Ногу либо так, либо так. И начинаем круговое движение. Раскрываем лицо и грудь, солнце, солнце в моем случае. В другую сторону крутим. Хорошо. Ногу ставим, привстаем, утяжок. Вращение, тоже утяжок. Утяжок. Покупайте ролл, если у вас его нет. Прекрасная штука. Заменяет массажиста вообще на раз-два. И центрально, да. Дальше скатились немного в середину. Снова ногу либо так, либо так. И начинаем крутить. Тем более, что шутка, конечно, была про 777 рублей. Но действительно, ролл штука совсем недорогая. Но польза дает очень много. И если вы хотите разнообразных движений, да, то поверьте, я вам честно говорю, недостаточно того, что есть в бесплатном доступе, в интернете. Вот я, у меня большая насмотренность. Я смотрю разных тренеров для того, чтобы где-то подчеркнуть, да, какие-то знания, какие-то упражнения иногда. То есть я это не скрываю абсолютно, не хочу скрывать. Но я действительно скажу, что очень сухо преподается МФР именно в бесплатном доступе в интернете. Очень сухо. Это гораздо более богатая система. Не заходим на подколенную ямку. И начинаем здесь закруживаться через уже забедренный сустав в том числе. В одну сторону, в другую сторону. Что дает? Люмфодренажный эффект. Расслабление. Снятие триггерных точек. Устранение блоков. И связку мышцы-мозг, после которой мы уже можем очень хорошо отрабатывать наше тело через зарядку. То есть наше тело становится чувствительным. И это очень-очень-очень важно. Даша, вы много болтаете. А я и делаю при этом, представляете? Разворачиваемся. Опять, да? Несколько вариантов может быть. Вот так, вот так, вот так. То есть здесь, смотрите, самое главное прокатать. Если вы вот так вот сядете, прокатаете, тоже неплохо. Но вы будете катать по факту голень. Вы ее уж прокатали. А мне нужно, чтобы вы прокатали переднюю большеберцовую мышцу. Поэтому привстать здесь все-таки надо. И все-таки хотелось бы, чтобы нога была под легким давлением руки. Поэтому тренируйте опорность в руку. Как тренировать опорность в руку? Ни в коем случае не висите на связках. Не должен вот так вот локоть быть переразогнут. Присогните локоток. Поднимайтесь на силе мышц. Если мышцы есть. А если они, если их нет, их заменил уже жирок. И они не сильны. Тогда, друзья мои, надо тренироваться. С самых азов. Курс осанка от макушки до пят вам. Мой в помощь. С него начинаем. Дальше идем уже в клуб конструктор красоты. Прокатываемся, прокатываемся. Хорошо. Я не буду вам показывать много сегодня. Но ноги мы все-таки прокатаем. Поэтому сейчас внутреннюю поверхность бедра не покажу. Покажу. Переднюю поверхность бедра. Так. С другой стороны. Сейчас это я покажу. Вот смотрите. У вас одна нога лежит на роли. Как лежит вторая нога, покажу сейчас. Раз. Два. Вот так лежит. Мы стоим на предплечьях. И не провисаем вот так вот ни в коем случае в животе. Животик подтянут. Ножку приподнимаем от пола. И начинаем прокатываться. Не обязательно выкатывать себя прям сильно вперед, сильно назад. Да. Можно хотя бы центральную часть прокатать. Но если есть такая возможность, если тело подготовлено, то хорошенечко прокатайте прям всю длину. От надколенного валика. Валик над коленом. Да, на колено на самом деле мы не заходим, естественно. Прям можно идти до паха, но не заходить на область паховых лимфоузлов. Угу, прокатываемся. И здесь, какая здесь может быть, какой здесь вариант отработки? Подкатываемся к надколенному валику и начинаем сгибать, разгибать ногу в колени. Стоим на силе. Рук, мышц рук, а не на том, что мы вот так вот провисли. Ни в коем случае. Тоже ошибка, тоже очень у многих вижу. Но даже не тренеров. Тренера сейчас, в принципе, все подкованы, довольно умные. А вот у многих блогеров, к сожалению, просто блогеров, да, вижу. Провисание в животе, переразгибание в пояснице. Угу. И здесь снова утюжком. Когда вы поработали с напряжением, расслаблением, вы утюжком раскатываете на одном месте. То есть здесь валик над коленом мы раскатываем утюжком. Подходим роликом выше, ролом. И здесь начинаем то же самое делать. Сгибаем, разгибаем колено. Ага, хорошо. Снова прокатываем утюжком. Опять еще раз повторюсь, что я делаю довольно ускоренный вариант. Но если останавливаться долго, то это прям занимает немало времени. То есть у нас уроки на тело длятся полчаса, иногда 40 минут. И это позволяет полностью отработать поставленную задачу. Например, гиперпрогиб в пояснице, сутулость, напряжение грушевидных, база для роста ягодичных мышц, да, попы и так далее. То есть очень много задач, которые можно начать отрабатывать через МФР. Хорошо, как раскатали переднюю поверхность бедра. Но уже дальше такая раскатка, она станет очень хорошей, кстати, насчет разминки-заминки. Многие думают, что МФР это по-любому заминка, то есть такое расслабление после тренировки. Неверное решение. Это разминка, потому что как раз, да, разминаем, мы здесь разминаем мышцы, мы здесь углажняем фасции, мы здесь позволяем добиться отравматичности дальнейшей тренировки. Именно поэтому МФР у меня стоит по вторникам, потому что мы как бы предваряем такие уже силовые тренировки, которые у нас в среду, в четверг, в пятницу. Хорошо, в понедельник у нас стопы, ноги, стопы в первую очередь, вторник МФР, и потом мы уже плавно заходим в силу. Откатали и присгибаем стоя на валике над коленом. Хорошо. Прослабляемся и откатываем утюжком. Утюжком это значит мелко и глубоко. Оп, накатились выше. И снова здесь сгибаем, разгибаем. Если хочется большей глубины прокатки, то когда делаем утюжок, складываем одну ногу на другую и прокатываемся. Подставив полупальцы, рабочие ноги на пол. Прокатываемся выше. И снова сгибание-разгибание в коленном суставе. И прокатываем еще раз полностью всю ногу. Ой, как хорошо. Отлично. Супер. Дальше. Есть очень такой коварный товарищ, как разгибатель широкой фасции бедра. Как его найти? Вообще, это кармашек. То есть, если представляете себе кармашек у джинсов, он там. Представили, да? Вот он сбоку. Как его нам нужно на него попасть? Обычно я его прокатываю. Хорошо прокатаюсь с мячом. Но для новичков это может быть болезненно. Тогда что мы делаем? Мы встаем. И вот здесь вертел бедренной кости. Мы не встаем ни в коем случае на вертел бедренной кости. И поднимаемся выше. И встаем между гребнем воздушной ости. Простите. То есть, условно говоря, чтобы вам понять, здесь кость, здесь кость. Мы встаем между косточек и ощущаем такую как бы ямку. Ролл туда очень удобно проникает. И мы здесь катаемся утюжком. Можно помогать рукой. Подкатывать ролл. Опять, да? Ошибка. Висеть на связках. Что вы здесь себя тренируете? Вы вытянетесь, вы приметесь. Встаньте. Опирайтесь на мышцы. На силу мышц. Раскатываем, раскатываем. Хорошо. Теперь, чтобы откатать крепление передней поверхности бедра, то есть четырехглавой мышцы, мы поднимаемся выше. Проходим через вертел бедренной кости. И вот так разворачиваемся немного на как бы животом направляемся в пол. И откатываем тоже мелко здесь. Неприятные ощущения, особенно когда вы сейчас остановитесь. Я вас прошу остановиться. То есть вот вы покатали утюжком, остановились и лежим. Ну, стоим как бы, да? И здесь будут не самые приятные ощущения. Но вы должны постоять, подышать и добиться того, чтобы пришли приятные ощущения. Дождаться их. Пригласить их в свое тело. Пригласить расслабление в свое тело. Можно стоять, конечно, дольше. Я немного тороплюсь. Другая сторона. Точно так же. Находим примерно проекцию. Кармашка на джинсах. Встаем туда, где нет костей. Нет кости. Кость, кость, да. А здесь раса, такая ямка. И мы в этой ямке прокатываемся. Мягко и аккуратно. Напрягатель широкой фасции бедра очень часто напряжен. И его напряжение передается в широкую фасцию бедра. Да, вот сбоку здесь. Укорачивает ее. И очень часто это создает застойное явление. В том числе галифе. Ваши, они могут быть, если они у вас есть, они могут быть обусловлены как раз напряжением в этой зоне. Катаемся. Далее. Ногу перекатываем вперед. Приподнимаемся. Проходим через косточку, не через боль. То есть вы немного приподнялись. Просто почувствовали, что прошли через косточку. Разворачиваемся. И уходим на крепление четырехглавой. И здесь прокатываем тоже утюжком. Лучше всего с предплечья. Прокатываемся утюжком. Как бы показать. Да, то есть вот. Чик. Мягкое место. Никогда не катаем кости. Никогда не катаем связки сухожилия. То есть нам не нужно заходить на места, которые в нашем теле не мягкие. Катаем валик, ролик точнее, только там, где мягко. И останавливаемся. Заходимся здесь. Дальше. Приглашаем расслабление в свое тело. Хорошо. Теперь уходим на ягодички. Ролик. Ставим чуть наискосок. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Одна нога опорная. Мы как бы немного заваливаемся на сторону ролика. Ролла. Кладем ногу на ногу. Если совсем не получается. Ничего страшного. Не отчаивайтесь. Можно, да, немного ногу просто подержать. Вот так. Если получается. Супер. И я еще здесь всегда рекомендую проникнуть пальцами рук между пальцев ноги. Это дополнительное такое, дополнительная работа. Здесь можно дать круговое движение и прокатывать ягодичку, точнее, ягодичку. Вверх-вниз. Опять-таки, мы идем только по мягкой, по ощущению мягких тканей. Не заходим на кости. Про опорность не забывайте. Не висим на связках. Вот такого нет положения. Все, рука сломалась. Да. Присогнули. Локоток здесь выросли. Здесь выросли. Ногу положили, опустили. Немного приспустились. И вот здесь рукой сзади я придерживаю ролл, чтобы он никуда не выскользнул. И здесь очень мелко утюжком мы откатываем среднюю ягодичную мышцу. Немного накатившись и немного утюжком наверху на весу. На весу. Она окупит в себе напряжение. Она иногда отрабатывает за ягодичную мышцу. Поэтому прокатать ее будет очень правильным решением. Точечно. Я сейчас развернусь не самой приличной точкой к вам. И вы увидите чуть с другой проекцией данное движение. Разворачиваюсь. Ровно искосок. Здесь нога опорная. Здесь нога сверху. Руки. Пальцы руки. Между пальцами ноги. Прокатываю сначала ягодичную большую. Супер. Сейчас еще немного покатаемся. Опять-таки, да, по времени прокатки. Никогда не задавайтесь вопросом, сколько времени катать. Катайте столько, сколько нужно, чтобы почувствовать расслабление. Далее. Опускаете ногу. Придерживаете ролл. Спускаетесь немного ниже. И уходите прям до ощущения, что выше вот-вот. И косточка. Тазовая кость. А мы как бы немного прям под ней на весу прокатываем среднюю ягодичную. Рука, которая опорная, с присогнутым локтем. Постоянно напоминаю, потому что я уверена, что очень многие будут делать вот так. Очень многие будут делать вот так. И, к сожалению, это наносит вред, ущерб связкам. В связке не испытывают боли. Они не будут давать сигнал о боли. Ну, до поры до времени. Они будут терпеть максимальную такую нагрузку на себя. Но это не будет хорошо для них в перспективе. Хорошо. Далее. Что мы можем еще сделать вообще? Я бы сейчас вам еще показала, если у вас есть возможность все-таки поработать с мячом. Я покажу, что можно делать с мячом для задней поверхности нашего тела. Мяч мы укладываем на область под трапециевидной мышцей. Если сейчас под рукой мяча нет, тогда попробуйте свернуть носок. В носок несколько носков. И сюда же положите его, да? Но будут не совсем те ощущения. Руку раскрываем ладонью к потолку. И здесь самое главное, чтобы мяч лежал только под мягкими тканями. Не под лопаткой. И начинаем вот таким вот образом, не сильно амплитудно, водить рукой над поверхностью пола. Продыхание. Это вдох, а это выдох. Затем мы укладываем руку в самой верхней точке, которая комфортна сейчас для нас. Голову поворачиваем в противоположную сторону. И в этом положении просто фиксируемся, лежим. Дышим. Дышим, 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 дышим. Даем расслабление в область, под которой лежит мяч. Средняя треть трапеции. Она напряжена. Очень часто, да? И затем снова приподнимаем руку, возвращаем голову и снова начинаем движение. И вы, вероятнее всего, почувствуете, что амплитуда улучшилась, увеличилась. И отсюда мы укладываем руку там, где сейчас она может оказаться максимально. Голову поворачиваем в противоположную сторону. И бежим. Выдыхаем, разворачиваемся. Очень мягко и аккуратно приподнимаем руку, возвращаем на место. Забираем мяч и рука, противоположная от отработанной стороны, начинает выминать трапециевидную мышцу. Прямо как тесто мнем. Прямо как тесто. И если чувствуем где-то напряжение, твердость, то мнем в эту область еще сильнее. При этом голова лежит на затылке. Вот так вот не укладывайте голову, пожалуйста. А если у вас изначально гиперпрогиб в области шейного отдела позвоночника, тогда под головой, под затылком должна лежать небольшая возвышенность. Можно свернутое в несколько раз полотенце подкладывать. Приминаем до мягкости. И можно немного вот так вот погреть, погладить заднебоковой поверхности шеи. То же самое делаем с противоположной стороны. Подкладываем мяч. Я развернусь. Вы начинаете делать, я развернусь. То есть вот куда ложится мяч. Вот сюда. Если вы кладете его под лопатку, то сразу же ощутите костную опору. Нам костная опора не нужна. Нам нужна мягкая опора. Укладывайтесь. Раскладывайте ноги. Если вдруг при этом у вас сильно прогибается позвоночный столб в области поясницы, то вы можете одну ногу присгибать. Раскрываете руку, ладоник к потолку и начинаете движение вдоль пола. Такое скользящее. Где? Наверх это выдох. Вниз это вдох. Наверх это выдох. А вниз это вдох. И вы остаетесь там, где сейчас это максимально возможно. Голову поворачивайте в противоположную сторону. Лежите, дышите. Желательно включить такой полноформатный вдох, когда расширяются нижние ребра во все трехмерное пространство. Наш зад в стороны вперед, когда надувается живот впоследствии. А выдох направлять в точку, куда давит мяч с целью расслабления. Далее голову поворачиваем, снова отрываем руку от пола и начинаем движение. И вы, вероятнее всего, почувствуете улучшение амплитуды, увеличение амплитуды. Делаем это медленно, не торопясь. И остаемся теперь в максимальной точке. Снова голову поворачиваем. Снова лежим, расслабляемся и дышим. Разворачиваем голову, руку убираем вниз, убираем мяч и выминаем как тесто область трапеции. Мнем мягко, как самый нежный, но настойчивый массажист. И прогреваем заднебоковую поверхность шеи. Растирающими движениями. Разворачиваемся на бочек. Снова берем ролл. Укладываем ролл под нижний край лопаток. Здесь важно, как лежит ваше тело, ваш корпус. Постарайтесь корпус сделать прямым. То есть не вот так, с подкрученным тазом, а выпрямиться. Руки вот в такой поддержке укладываем под затылок. Не на затылок. Под затылок. Затылок тоже лежит как бы в поддержке. Вам должно быть комфортно. Вы делаете вдох и немного раскрываетесь. Неамплитудное движение. Вдох. Выдох. Можно еще немного скатиться вниз тазом. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Остаетесь в нейтральном положении. Приподнимаете таз. Наклоняете корпус. Будто бы наклоняетесь локтем к колену. И начинаете мягко прокатывать только одну лопатку. Очень мягко, нежно и аккуратно. Стоп и помогает. Да, вы катаетесь вперед-назад. Возвращаетесь в исходную точку. Разворачиваетесь. И наклон в другую сторону. Другая лопатка. Прокатываете лопатку. Главное, чтобы меня не задавил автомобиль. А в целом, конечно, все прекрасно в жизни. Прокатываете. Снова возвращаетесь центрально. И теперь прокатываете область между лопаток в центральном положении. Локти направлены наверх. Откатываетесь. Подхватываете ногу. Качнулись. Развернулись. Сделали вдох. Унесли вес тела на пятки больше. Вдох. И выдох. Поднимаетесь. Позвонок за позвонком. Вот это, друзья мои, чудо-ролик. Делаете круговое движение. Клечами, лопатками, ключицами. Освобождаете напряжение. Делаете вдох. Делаете выдох. Вот я вам показала совсем немного по верхам. Вдох. А уже сколько времени ушло, да? Это, по сути, полноценный комплекс, который вы тоже можете использовать. Но если вы хотите больше. Если вы хотите прокатку хамстрингов задней поверхности бедра, если вы хотите устранение валиков над коленями, если вы хотите проработку своих сосудистых звездочек на ногах, а ролл очень хорошо помогает избавляться от начальной стадии варикоза. Прорабатывать, потому что, в частности, мы здесь еще и хорошенечко дышим, работаем с грудобрюшной диафрагмой. Если вы хотите отработать крестец, высвободить его. Если вы хотите поработать с внутренними органами, боже мой, да, миофасциальный релиз, это просто вот эти два товарища, они творят чудеса. И это реально чудо. И я вот это не продаю, и вот это не продаю тоже. Вот. Поэтому вы можете вписываться ко мне в программы, в частности, ко мне в клуб «Конструктор красоты», где каждый вторник не повторяющиеся упражнения миофасциального релиза, точнее приемы, а целые комплексы, которые позволяют вашему телу освобождаться от напряжения, от триггерных точек, увлажнять фасции, становиться гибким, красивым, здоровым и счастливым. Вот так, вы представляете? Поэтому, друзья мои, рады быть вашим тренером. Ну и если вам понравился данный комплекс, то лайк тому видео, подписка на канал и в комментариях напишите, а есть у вас ролик или у вас есть только чудо-валик. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok